Скажите, подозрения по контакту на коронавирус есть у вас? Вы выезжали в какие-то страны? За две недели специалисты ЕДДС Одинцовского округа приняли более 700 звонков, связанных с коронавирусом. Только в 125 случаях потребовался вызов скорой помощи, остальные – консультации. Один из самых популярных вопросов от людей из категории 65+, как оформить больничный на период самоизоляции? Вопросов, безусловно, огромное количество. И с ними на передовой борьбы, можно сказать, с коронавирусом, находится служба ЕДД-112. Поэтому здесь и от нас будет поддержка, и сами наши сотрудники, мегапрофессиональные люди. Я думаю, что мы со всем справимся. Каждое утро инструктаж, он также обязателен, как измерение температуры тела перед дежурством. Все меры безопасности в условиях роста заболеваемости в штабе соблюдены. Специалисты к работе с повышенной нагрузкой готовы. В этом убедился глава муниципалитета Андрей Иванов. У каждого сотрудника на столе большая памятка со всеми нормативными актами, со всеми мероприятиями, которые необходимо делать. Потому что люди интересуются, где сдавать тесты, какие симптомы у коронавируса, как оформлять выплаты, больничные листы. Много-много вопросов. Только в памятке около 23 объемных позиций. С нагрузкой диспетчеры справятся. Правда, не без помощи со стороны. В ходе оперативного совещания специалисты ЕДДС озвучили ряд проблем. Одна из них – перегруженность телефонов, соцзащиты и горячей линии Московской области из-за большого количества звонков. Андрей Иванов дал поручение проработать все возможные варианты их решения в кратчайшие сроки. Мне нужны решения. Не статистика того, что где-то западает плохо или не ответил Минздрав нам до сих пор. Просто на все это должны предложить наши местные и локальные формы поддержки. Специалисты ЕДДС отмечают – рост числа обращений связан не только с коронавирусом. Еще одна актуальная проблема – пал травы. Хотя, возможно, в ближайшее время она решится сама собой. С понедельника жители региона не должны покидать свои дома без веской на то причины. Евгения Августина, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова». Продолжение следует...